Вместе с восходом солнца заступают на службу сотрудники транспортной полиции. Подразделение, которое занималось бы исключительно вопросами безопасности на железных дорогах, было основано в Министерстве внутренних дел 18 февраля 1919 года, то есть век назад. Сотрудники линейного отдела полиции на железнодорожной станции Новая Русалимская ежегодно регистрируют и раскрывают сотни различных преступлений в сфере незаконного наркооборота, хищения личного имущества, а также пресекают тысячи административных нарушений в пригородных электропоездах рижского направления. В структуру линейного отдела входит много подразделений, но основная нагрузка ложится на плечи патрульно-постовой службы. На смену заступают от 4 до 6 человек, которые должны обеспечивать безопасность на 80 электропоездах нашего направления. У них не суточный режим службы, а по 12 часов, соответственно, один наряд в день, один наряд в ночь и пост. И, как следствие, максимум, к сожалению, мы можем взять под сопровождение не более 25-30% электропоездов. И, опять же, не на весь маршрут следования электропоезда, а какими-то отрывками. То есть, получается, сотрудникам приходится кочевать из-за... Постоянно. Все 12 часов на ногах. И, соответственно, постоянно из поезда в поезд. Когда патруль заступает на службу, ему выдается график передвижения по электропоездам, с которого иногда приходится сходить для пресечения правонарушений. И список задач, составленный дежурной частью на основе поступивших обращений. Ну, в дежурную часть купил звонок, что там совершается несанкционированная торговля. Нам дежурный сообщил, после чего мы выдвинулись в Дедовск, чтобы выявить и доставить в дежурную часть гражданин, который нарушает статью 14.1. Главная задача – обеспечение безопасности граждан как в поездах, так и на платформах и прилегающих территориях. Ежедневно сотрудники транспортной полиции фиксируют такие административные правонарушения, как курение табака и распитие алкоголя в вагонах и на железнодорожных станциях, переход с железнодорожных путей в неположенном месте. Да, несанкционированная торговля тоже является одним из правонарушений, которые появляются в электропоездах при направлении. А какой план действий, получается, выявили? Безанкционированная торговля, направляемся в дежурную часть линии отделения полиции на станции Норустреминского рассталения административного протокола в статье 14.1, после чего данный материал будет направлен в суд. Также полицейские проверяют документы у иностранных пассажиров. Среди них зачастую попадаются нарушители миграционного законодательства, кто использует поддельные миграционные карты или просто не имеет документов, подтверждающих право пребывания в Российской Федерации. Не просто приходится и сотрудникам службы по делам несовершеннолетних. Они отвечают за профилактику административных правонарушений, уголовных преступлений среди подростков, а также детского травматизма на железнодорожном транспорте. Дети наравне со взрослыми зачастую игнорируют запрещающий сигнал светофора и переходят железнодорожные пути при приближающемся поезде. Часто такие истории заканчиваются трагически. А еще подростки занимаются зацепингом. Это является одним из самых опасных правонарушений. Чаще всего в 90% случаев подростки рано или поздно попадают под электропоезда, их скидывают с крыши, они могут быть травмированным током. И 95% чаще всего погибают. И мы боремся с этим, мы проводим беседы, лекции, показываем профилактические фильмы в школах, в колледжах. Но все же сердцем линейного отделения полиции является дежурная часть. Вся срочная оперативная информация поступает сюда, фиксируется и сообщается патрульным. Реагирование моментальное. Информация большинство идет от дежурных по станции, которые у нас дежурят, от пассажиров в электропоездах, на платформах. Если административное правонарушение наше выезжает, если преступление. Оперополномоченный состав реагирует незамедлительно по указанию руководителя. Доводится до руководителя непосредственно, прямо изначально. Поэтому оперативные работники совместно с патрульной постовой службой выходят на место происшествия незамедлительно. Патруль, который весь день курсирует по электричкам, возвращается в отдел уже затемно для сдачи табельного оружия. Но это не значит, что сотрудники могут расслабиться. Полицейские обязаны даже в свой законный выходной предотвращать нарушения и оказывать содействие гражданам, если стали свидетелем такового в транспорте. Вот такая служба.